Всем большой привет и добро пожаловать на мой канал. Поступило мне несколько запросов вконтакте и в инстаграм на то, чтобы я сняла видео о своих кистях. На самом деле у меня кистей очень-очень мало. Как вы видите, это все, что у меня есть. Но во всяком случае, девочки мне просили снять такое видео и рассказать немного о своих кистях. В общем, если вам интересно посмотреть, чем я пользуюсь, то оставайтесь со мной. Хранятся кисти теперь у меня вот в таком вот белом ажурном стаканчике икеевском. Теперь у меня тоже такой есть. На самом деле очень удобный и очень красиво смотрится на туалетном столике. Начинаю я, пожалуй, с кистей для лица. И, как я уже сказала, кистей у меня на самом деле очень мало. И даже от того количества, которое у меня сейчас есть, от половины я собираюсь избавиться. Первая кисть это вот такая вот кисть кабуки. Заказывала я ее на Байн Коинс. И что могу сказать по поводу качества этой кисти? Она хорошо набрана и из нее у меня не выпало абсолютно ни одной волосинки, сколько раз я ее мыла. Вот как раз сейчас она у меня мокрая после мытья, и поэтому имеет вот такую форму. А так она очень мягкая, очень пушистая и к тому же очень удобная. Хорошо она носит пудру. В принципе, этой кистью я довольна на все 100%. Правда, ворс у нее отмывается хорошо, но так как дочка моя познакомилась с ней поближе, ей нырнуло этой кистью в черные матовые тени. Флормар, которая очень сильно пигментирована. И здесь вот немного серый пигмент, конечно, остался на белом ворсе. Но это для меня не проблема, потому что в процессе пользования это никакого вреда не наносит. Следующая кисть, это вот такая кисть для тональной основы. Я ее также заказывала на Байн Коинс, и я так понимаю, что это аналог кистям Риал Техникс. Но могу сказать, что по качеству она абсолютно не уступает настоящим кистям Риал Техникс. Из нее у меня также не выпало абсолютно ни одной волосинки. Я ее тысячу раз мыло перемывала. Она хорошо достаточно моется и наносит она тональную основу просто отлично. Она хорошо набрана и ворс у нее не такой гибкий, и поэтому тональную основу она прекрасно распределяет. И самое главное, она не полосит. Есть у нее небольшой минус. Если вы чересчур много наберете тонального крема в нее, то она может его впитать. Но если вы чуть-чуть макнули и сразу начали разносить по лицу, то никаких проблем с этим не возникнет. К тому же у нее есть такая ножка, которую можно так вот воспользоваться и поставить на туалетный столик. Следующая кисть для румян от Риал Техникс. Заказывала я ее на Айферк. Называется она Блаж Браш. И предназначена она для румян, но я ею теперь наношу именно пудру. Когда, например, я нанесла тональную основу либо консилер, и мне нужно вот в этих местах вот припудрить, то для этих целей она по размеру мне подходит просто идеально. Что касается румян, она также хорошо намасит их, но для контурирования я поняла, что немного она по размеру для меня большая в этих целях. Мне нужно более четкое такое, более точное контурирование на лице, поэтому я ее использую в качестве кисти для пудры. В этом предназначении она мне очень нравится, и по качеству эта кисть и эта кисть практически не имеет никаких отличий. И последняя кисть для лица, вот так вот она выглядит. Я ее также заказывала на Байн Коинс, и у нее, я не знаю, то ли натуральный ворс, то ли искусственный, но во всяком случае он немного жестковат, и она немного неровно пострижена. Но во всяком случае этой кистью я могу нарисовать себе просто идеальные скулы вот таким вот одним взмахом, потому что у нее косой срез, и также нанести румяна в определенное место. Кисть очень удобная, наносит продукт она хорошо, и есть у нее небольшой минус, она имеет свойство под собой пылить продукт. Но в качестве бюджетного аналога этой кистью можно вполне себе пользоваться, несмотря на то, что она криво пострижена, она не оставляет пятен и хорошо наносит продукт. В принципе, что нужно еще для кисти, и я считаю, что она достойна своего внимания. Закончили с кистями для лица, и хочу показать вам сразу вот такие 4 кисти, которые я заказывала также на Байн Коинс, для того, чтобы постоянно не повторять, где я заказывала эти кисти. Так вот выглядит первая кисть. Я так понимаю, это аналог МАК-217, и что могу сказать по качеству этой кисти? В принципе, кисть неплохая, но именно с своей задачей растушевки она справляется не очень хорошо, потому что она довольно-таки гибкая и немного плохо набрана. И к тому же у нее немного жесткий ворс, я не знаю, может быть, это натуральный ворс, но все-таки мне кажется, что для глаз кисти должны быть немного мягче, чем для лица. Следующая кисть имеет такую интересную форму, она зауженная к концу, и, если честно, я даже не знаю, для чего эта кисть предназначена. Во всяком случае, я ее использую также для того, чтобы нанести хайлайтер сюда, сюда и вот сюда. Для этих целей она подходит мне идеально. В принципе, только для этого я ее использую. Я пробовала ею растушевать тени, либо же еще что-то сделать, но для макияжа глаз она не подходит. Следующая кисть вот такая для подводки. Я, если честно, такие кисти для подводки не люблю, потому что ими мне неудобно рисовать сам хвостик стрелочки, и сама эта кисть меня не устроила, потому что у нее довольно-таки мягкий ворс. Мне кажется, у таких кистей все-таки должен быть ворс плотный, и он не должен так сильно сгибаться. И последняя кисть, которую я заказывала с этого сайта, и она мне очень нравится. Вот ей я пользуюсь просто практически постоянно, когда делаю себе макияж. Я ее использую для контурирования скулу, носа. Для этого она подходит просто идеально, то есть по размеру, вот в этой части, если делать контурирование носа, и также более четче, если рисовать скулу, для этого она подходит идеально. Она хорошо набрана, то есть она такая довольно-таки плотная. Ворс при этом у нее очень мягкий, и из нее не выпало абсолютно ни одной волосинки. То есть сколько раз я ее мыла, сколько раз она у меня подвергалась всяким там мытьям, сушке, и до сих пор имеет хорошую форму, и до сих пор меня радует. Пользуюсь я ее с удовольствием. Заказывала я себе с Айхюр вот такой вот набор кистей для глаз от Real Techniques. У меня здесь 5 штук, и начну, пожалуй, с вот такой вот кисти, которая наносит тени. В принципе, эта кисть мне понравилась, но единственное, что меня смущает, это то, что она такая немного пушистая на концах. То есть когда я наношу тени такой более мягкой текстуры, либо же рассыпчатой, они имеют свойство осыпаться. И это причем происходит только тогда, когда я наношу их именно этой кистью. По форме она мне напоминает какой-то веник, но в то же время этой кистью я могу сделать полный макияж глаз. То есть я могу и нанести тени, и растушевать, и в складку добавить. В принципе, кисть такая универсальная. Напишите, пожалуйста, мне, есть ли у вас такая проблема, то есть то, что она имеет свойство осыпать тени, именно из-за того, что у нее такая вот своеобразная форма. Следующая кисть из этого набора, это вот такая вот малютка. Я ее использую, когда я наношу тени на нижнее веко, либо же, если я делаю макияж, такой эффект кошачьих глаз, то я ею вырисовываю именно такую форму глаз. В принципе, этой кистью я довольна. Следующая кисть из этого набора, это вот такая вот кисть для подводки. Как я вам уже говорила, то подобные кисти для подводки я не особо люблю. Этой кистью я могу нарисовать стрелочку, то есть по всему глазу, но с ней мне не получается почему-то нарисовать хвостик стрелочки, хотя стрелочи я рисую, ну, как мне кажется, довольно-таки неплохо и симметрично. В принципе, для такой кисти, которая именно для такого типа кисти, она неплохая. Следующая кисть из этого набора, это вот такая вот скошенная кисть. Я ей не рисую себе брови, потому что по толщине, то есть по ширине своей, она мне немного не подходит. Вот здесь вот у основания я могу еще нарисовать что-то, но когда я подхожу уже к самому хвостику, мне нужно что-то более такое потоньше и точечное для того, чтобы сделать красивую форму. Почему-то мне кажется, что она такая немного громоздкая для своей формы и для своей функции. Это кисть, но девчонки мне писали, что с этой кистью у них все прекрасно получается, но вот как-то я с ней не сдружилась, и вот этими двумя кистями из этого набора я практически не пользуюсь. И последняя кисть из этого набора, это вот такая вот кисть бочонок. Если честно, я не знаю, для чего она вообще предназначена, то есть для глаз она большая мне. Вообще, для чего эта кисть нужна, я не знаю, но я ее использую также для контурирования. То есть я выделяю более четче скулы, также контурирую нос. Для этих целей она мне очень нравится, и, в принципе, так я ее и использую. Забыла показать вам вот такую вот кисть, которую я также заказывала на Байн Коинс. Вот такая вот она скошенная. Вот как раз-таки этой кистью у меня получается намного лучше нарисовать себе брови, нежели кистью из набора Real Techniques, потому что вот по своей толщине она такая, можно сказать, два раза тоньше, чем та кисть, и более четче можно нарисовать и хвостик, но я ее не использую для того, чтобы делать стрелочки, потому что она немного широкая, и это неудобно немного, когда я прорисовываю именно саму стрелку по всему глазу. И также эта кисть мне очень нравится, когда я, допустим, хочу нанести помаду, то есть она такая, то, что по своей форме скошена, я могу и контур покрасивее, почетче нарисовать, и также нанести на все губы помаду этой кистью. В общем, этой кистью я довольна и по форме, и по качеству также. И остались у меня здесь такие кисти разнобойные. Начну, пожалуйста, вот этой самой большой, она похожа такая на художественную кисть. Эта кисть у меня от E-Mart, и вы уже видели у меня ее в фаворитах, это скошенная кисть, я ее также оформляю в свои брови и наношу иногда ею помаду. Классная кисть, но из-за того, что у нее длинная ручка, с собой, конечно, я ее не повожу, поэтому пользуюсь я ее исключительно дома. Также у меня здесь есть вот такая вот абсолютно бюджетная кисть, называется она Malva Contour Brush. Если честно, я даже не помню, где я ее купила, в каком магазине, но это был какой-то магазин, где продаются лаки Golden Rose, косметика Robbie Rose. В общем, среди такой косметики я нашла вот такую вот кисть. Вообще, как бы предназначена она получается для контурирования, но для контурирования она чересчур маленькая. По форме она такая, бочонок, и я ею делаю абсолютно себе любой макияж глаз. То есть, я ее могу нанести и тени, и растушевать их, и сделать просто абсолютно любой макияж. Если вы смотрите мой канал давно, то, наверное, видели ее. Часто у меня мелькало она в видео с макияжами. Просто классная кисточка. Правда, когда я ее купила, где-то первое время, наверное, она имела свойство линять, но выпали все волоски, которые должны были выпасть, больше ничего не выпадает. И этой кистью я довольна просто на все 100%. Вот если, девчонки, вы только начинаете краситься и не знаете, какую кисть себе взять, то возьмите вот эту вот кисть, она вам пригодится просто на все 100%. Следующая кисть, она просто мега супер какая дешевая. Это вот такая вот маленькая кисть от Triumph. Насколько я знаю, эта фирма также продается где-то в переходах, где продается косметика Golden Rose. Крутая кисть, я ее покупала достаточно давно, когда я еще даже толком не пользовалась косметикой. И вот до сих пор эта кисть мне нравится, я ею наношу черные тени матовые в качестве подводки. И также могу ею нарисовать себе стрелочки тенями. Также она идеально подходит для того, чтобы, когда вы делаете себе макияж карандашной техникой, растушевать карандаш. Классная кисточка. Вот, в общем, эту кисточку я советую просто абсолютно всем. Даже я думаю, что она не уступит такого рода кистям более дорогих марок. И следующая кисть, которая также бюджетная, это, скорее всего, не кисть, а какой-то такой спонж от КВС. Фирма вот так вот она выглядит. Насколько я поняла, это спонж для растушевки карандаша и так далее. Но я ею попользовалась, точнее, им попользовалась где-то пару раз. И больше, в принципе, я не пользовалась. Даже, не знаю, рука как-то не тянется к такой вещи. Дальше вот такая вот кисть у меня есть. Это от подводки от Maybelline. И эта кисть для подводки сейчас для меня на данный момент просто идеальна. Потому что ею я могу нарисовать такие тоненькие стрелочки. Просто, которые, наверное, ни одной кисти у меня пока что еще не получалось. Классная кисточка, именно вот, которая идет в комплекте с гелевой подводкой. Также у меня есть вот такая вот маленькая кисть от Just. Она вообще предназначена для теней. Но по форме она такая напоминает малярную кисточку. Классная кисточка именно для того, чтобы наносить рассыпчатые тени. Для этого она подходит хорошо. И также она хорошо подходит для того, чтобы наносить консилер там под глаза. Но моя дочка с ней познакомилась поближе. И ее начала она пробовать на вкус. И здесь по всей, так сказать, поверхности начали пушить волоски. Но если попаду, где продается косметика Just, то обязательно куплю себе еще одну такую. И последняя кисть, которая у меня есть, это вот такая вот кисть бочонка от Essence. Я бы не сказала, что эта кисть какая-то плохая. В принципе, ею можно нанести, сделать что-то там. Но здесь вот в середине, по центру, такое ощущение, как будто вот есть пара волосков таких вот жестких, которые просто раздражают мне глаз. Когда вот я прикасаюсь, у меня просто глаз, я не знаю, может быть, это такой нервный тик, начинает слезиться от того, что вот колется что-то. А так, в принципе, кисть неплохая. На этом все. Это были все мои кисти. Как вы видите, их у меня очень мало. И даже от некоторых из них я собираюсь избавиться, чтобы они просто так у меня не лежали. Надеюсь, вам это видео понравилось. Было в какой-то мере полезным, интересным. Если это так, то обязательно поддержите меня пальчиками вверх. И подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить новые видео. Скоро увидимся. Пока!